Мы в Куштау. Это еще одна горячая точка на протестной карте России. Эта гора образовалась более 230 миллионов лет назад. Уникальное природное явление. Мы с вами стоим буквально на спрессованных моллюсках. В 2019 году эту гору получила разрешение использовать БСК. Содовая компания, чтобы добывать здесь известняк. Но жители выступили категорически против. И, казалось бы, локальный конфликт перерос в жесткое политическое противостояние, которое на фоне Хабаровска выглядит особенно тревожно. Нахер, пиздец. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Начиналось все с низких палаток, и люди стали приезжать, ставить палатки с ночевкой, не только из местных деревень, но и из соседних городов. И впоследствии, что стало именно таким спусковым моментом, это когда на лагерь ночью напали неопределённые лица вместе с ЧОП-вершин, частных ран предприятий вершины, которые относятся к БСК, они напали, тут было около 17 человек, в основном женщины и люди в возрасте, они кое-как отстояли это всё, даже непонятно, как это всё произошло, то есть действительно какие-то силы, наверное, на их стороне были, не знаю, но они отстояли это всё, и впоследствии это люди увидели то, что творится беспредел, и все, знаете, потихонечку-потихонечку подтягиваются. Вот там на самом въезде ОМОН, ЧОП, сотрудники полиции, трактор, пытались пройти первый рубеж, ну первый рубеж только в людях заключался, мы стояли все вместе, вот, и потихонечку шли столкновения, выталкивали, ну как потихонечку? По сравнению с Белоруссией потихонечку так никто не лютовал, конечно, но для нас это тоже всё равно было неожиданно, что как это так? А в это время с этой стороны, с горы спустился глава Ишимбайского района, и спортсмены какие-то там, ребята, они, значит, разбомбили весь этот лагерь, вот, здесь были в основном женщины, несколько парней, их побили, лагерь разбомбили и направились туда тоже к нам на баррикады на наши, и стали помогать ЧОПу и ОМОНу. Покажи свое лицо! Патрону смотри! Ты чё творишь? Смотрите, 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 смотрите! Чё творите? Эй! У нас дети в лагере, что вы делаете? У нас дети тут пожилые люди! Ну хочешь, Рома, стоишь, меня! Вы не можете, смотрите, что они делают! Посмотрите на эту скотину, блять! Вот эта тварь продажная! Посмотрите, полиция стоит. Предположения имеются у людей, потому что там были замечены различные спортсмены, организаторы различных клубов бойцовских в республике. Многие лица были замечены именно из этих спортивных клубов, то есть какие-то именно люди, связанные именно со спортом. Когда вот эти верзилы в масках пришли и разгромили лагерь, последующие, когда они стали уходить, один из мужчин в маске ударил меня наотмашь лопатой по голове. То есть у меня потом, когда в травмпункт приехал, у меня был сильный ушиб головы. Ну, кому-то стреляли в лицо даже из травматического оружия, потому что там мужчина был, у которого кровь шла, в щеку выстрелили, ломали руки. Как здесь вообще без жертвы обошлось, я вообще не представляю. Это какой генерал МВД или чего, куда они смотрели. Как можно вот здесь вот в лесном массиве позволять случиться такой бойни. Камни, палки, разъяренные люди с обоих сторон. Чоповцы с дубинками, там с газом, с травматическим оружием. БСК завезло арматуру для ограждения заборов. Металлические столбы, провокаторы, спортсмены, уголовники, кого только не было. «Быдли для них и аборигираны, которых можно топтать и уничтожать. А мы народ, и народ это понял, что мы народ, и мы уже постояли. Согласно Конституции, все народное достояние, земля, все богатства прижат народу, а не кучки этих подонков, олигархов. И мы будем здесь стоять. Вот будет бумага, будем оставить древние, чтобы он исполнил. Не выполнит, народ снова поднимется. Самое обидное, что у нас был как раз праздник Курбан-Вайрам, он как бы наш священный праздник для мусульман. И в этот день приехали лесорубы, и когда у них спрашивали, это же наш мусульманский святой праздник, зачем вы вот это делаете? И вот после этого люди начали оставаться на дежурстве. А какой компромисс возможен с БСК? То есть вот никакого. Они модернизируют свой город от загрязнения. Но это же реально. И реку белую. Мы за БСК. Мы не против завода, мы не против, чтобы люди теряли рабочие места. Мы единственное требуем, чтобы изменили, они модернизировали производство. Свои технологии. Это возможно. Потому что сейчас по технологиям 1861 года, если я не ошибаюсь, завод. Мне кажется, самые революционеры в России сидят в Кремле. Революционеры сидят в Кремле. Но этому есть основания. Они создают революционную ситуацию для нас. Они создают революционную ситуацию. Посмотрите, каждый шаг создаёт напряжение или революционную ситуацию. Каждый шаг. Теперь патриоты называют террористами. Вообще здорово. Нормального человека, молодого человека, который отстаивает, можно сказать, свои права на жизнь, его называют террористом. И пострашнее слова ведь звучали. Ваххабиты, экстремисты. Ну какие ваххабиты. У нас вообще это нет. У наркомана это самый простой, наверное. Я ваххабитка, экстремистка. Дело в том, что нужно понять. У нас республика многонациональная. У нас кто только не живёт. У нас русские, немцы, латыши, украинцы, татары, чуваши, евреи. У нас не хватит. Какой тут о национализме или ваххабитах речь? Это вообще бред какой-то. У горы вставали в цепь, в цепь надежды и любви. И звучал призыв живи. Ну а ты шёл стороной с отключённой головой. Чтобы не знать, как мудрый хан весом отдавал шихан. Где ты был? Где ты, где ты, где ты был? Где ты, где ты, где ты был? Музыка Можете объяснить широкой публике, почему понадобилось разрабатывать именно этот шахан и почему этот известняк так важен для добычи соды? Можете объяснить? В Башкирии имеется монопольное производство содой. Россия производит 5 миллионов тонн содой, но и 2 миллиона из них производится в Стеретомаке. 600 тысяч тонн в Березниках этот завод тоже принадлежит башкирской содовой компании. Значит, больше половины соды в России производится башкирской содовой компанией. В мире сода производят 34 завода, производят 5-50 миллионов тонн соды. Ни у одного из них нет шаханов, только у Стеретомакского предприятия. Поэтому у него неслыханная рентабельность при чудовищно старом оборудовании и безобразном ведении хозяйства. Один из шаханов был предоставлен в распоряжение содового производства. Он исчерпан своей верхней части. Вот это сразу подчеркнем. Внизу, вверху конус. Его выработали. Но внизу-то на 128 метров цилиндрический расположенный участок. Поэтому я сразу скажу вам, сода никогда не остановится. А там запасы 60 миллионов тонн, по данным геологов. Потребности 3 миллиона тонн в год. Значит, на 20 лет сырье вот так. Они это не хотят, потому что даже копать лучшего сырья, чем шахан, в виде конуса в мире не существует. Внизу уже хуже. Почему? Обводненно там. Нагрев, испарение, нагрев пара. Надо тратить тепло. Они не хотят этого. То есть это просто чисто экономический вопрос. Экономический, да. Вот это вот насчет того, почему они цепляются, требуют, устраивают истерики. И Россию готовы, и Башкирию поставить в определенную позу, требуя непотребными приемами. Это из-за этого. Это типичные случаи иллюстрации. Это книжный просто пример. Ради прибыли в 300 процентов. Бизнес, или капитал, как написано в капитале Маркса, готов на любые преступления, даже под угрозой виселицы. Геологи мирового ранга выступали в защиту шахан. Потому что это дневник, геологический дневник мира. Ну вот сожжение дневника как воспринималось, так и тут. Вот. Это первое. Второе. Там краснокнижные растения и животные. Нет, не бегомоты, конечно. Конечно. Но краснокнижные животные, это даже может таракашка, букашка. Какая разница? 40 штук и более того. А по законам России даже близко нельзя подходить к краснокнижным животным и растениям. Как они лезут туда, я в этой связи не понимаю. Третье. Ксения Анатольевна. Интересно. Вот можете объяснить, что это красиво и не надо трогать это? Это обоснование или нет? Картины Рембрандта, Сикстинского Амазона. Можно пускать под что-нибудь? Не надо трогать их. И шаханы не надо трогать. Просто красиво, сакрально. Мы едем до реки Белая, потому что дорога заблокирована. Возле урника там большие пробки. Мы решили так срезать. На лагерь, походу, напали. Там женщины паникуют, поэтому все, кто может в лагерь как-то пробраться, помочь, я рекомендую туда ехать. Это кадры Рустама Салаватова. Он преподаватель, айтишник и создатель популярных мобильных приложений. 15 августа он оказался в самом эпицентре событий. Его видео моментально разлетелось в интернете. И о Куштау узнала вся страна. Куштау, я же, Куштау, я же, Куштау, я же. Куштау, я же, Куштау, я же. В ночь на 16-е у дома Рустама уже дежурили несколько нарядов полиции. Соседи, Марина Григорьева и ее отец Виталий, ветеранам ВД, посоветовали Рустаму уехать из города. Спасло еще всех то, что были такие ребята, как Рустам, которые в режиме реального времени передавали фото и видео и даже стримили. При том, что там, ну вот, во Владикавказе заглушили связь. Во всех других городах там, где связь глушили, все, связь глушилась. А в Стерли-Тамаке, ребята, умудрились. Они были, Марина, они были уверены, что... Умудрились с этим справиться, с этой сложностью. Никуда не выйдет, не уйдет. 15 августа он убегал каждый раз от ОМОНа, чоповцев, сделал очень много фотографий и видео. И, собственно, самые вот эти сильные, драматичные фотографии и видео, где ненеечки, их называют башкирии, то есть это бабушки, старые бабушки, умоляют, встали к грудью и умоляют бойцов ОМОНа не трогать лагерь, женщин, детей, гору. Они просто умоляют. А вообще в башкирии, как и в татаре, к ненеечкам, к бабушкам особо трепетное отношение. Поэтому тот факт, что они пошли, это, конечно, было очень для всех болезненно и страшно. А еще у них трое детей, кстати, да, то есть у них многодетная семья, еще к тому же. Вот, дети маленькие, те, что поменьше. И поэтому они ночью приняли решение, что надо текать из города и уехали очень. Ну, и столица еще там стояла. Да, хвост стоял там, там стояла машина. Уже был на разработке, машины стояли. Я 20 лет заезжал покой своих граждан города, своего, понимаете. И никогда у меня рука не поднялась против. Когда волнения были в 90-х годах, мы для себя уже решали. Мы же офицеры были. Если что, какие приказы будут, то есть преступные приказы будут. Я считаю, что здесь даны были преступные приказы. Исполняю себя обязанности, министр, который приехал, должен был в этот же день присутствия Хабирова провести в течение 300 сужебных расследований. Кто дал какие. Мы еще это ничего не видим, не слышим. Сейчас Рустам вместе с женой и тремя детьми уехал из Башкирии. Вернется, как только ситуация вокруг Куштау уляжется. Это было на самом деле и одновременно ужасно, то, что мы видели. Я тем более был все время за руках с телефоном, снимал вначале на видео, потом на трансляцию. Но когда-то за камерой, за объективом, я как оператор, мне всегда проще отстраниться. Я как бы вне событий. Но я старался отстраниться, но эмоционально уже потом не выдержал и включился в полностью борьбу. То есть мне пришлось толкаться с ОМОНа, просто не пускать. Я видел, что я снимаю перед собой женщины, они стоят перед ОМОНом. Но я уже не мог не быть участником акции. То есть я пришел на субботник, грубо говоря, а мне пришлось воевать с ОМОН. То есть никто к этому не готов был. В лагере было мало людей, защитников. Они этим воспользовались. Все это время я вел трансляцию, несколько тысяч человек смотрело. Я думаю, это тоже сыграло решающую роль, потому что на следующий день пришло уже порядка 50 тысяч человек. Это вообще неожидаемо. То есть в тот момент, 15 августа, когда мы отступали, шли по горе обратно, уезжали домой. Было такое, знаете, ощущение, что да, обидно, мы вроде проиграли. Это как бы отступление такое было. Но мы понимали, что информационно мы выигрываем. Что информационно и что завтра возможно будет что-то такое, что позволит нам выиграть. Вместе с Рустамом Марина организовывала первый в Башкирии хакатон. В Стерлитамаке у нее свой бизнес. Она занимается производством органического шоколада. Я три года занималась форсайтами профессионально. Я сертифицированный форсайт-модератор. Участвовала в федеральном форсайт-навигации. Агентство стратегических инициатив делала это для региона. Что такое форсайт? Это работа с будущим. Это работа с желаемым образом будущего. Просто из раз в раз видела одни и те же тренды. Это действительно запрос уже на здоровое органическое питание. Это действительно крафт. Это новый черный, я убеждена, потому что ремесленники 21 века. Это действительно очень вдохновляющая, очень приятная профессия. Запрос на экологичность в коммуникациях, в продуктах питания, в среде. То есть это в принципе одни ценности. У людей этот запрос он созрел. Но вообще говоря, я от своей активной громкой позиции в деле по Куштау была, ожидала, что в этот цех придет кто угодно. Полиция, ФСБ, пожарка, распотребный обзор. Всегда же можно предпринимать, а тем более производственника прижать. Мы предупредили всех адвокатов в разных направлениях. И общественных помощников по защите бизнеса, что ребята, если его не видели, у нас активная позиция. Ну, пока что окна могут прийти. Так что мы это в нас тренируем. Это принципиальная позиция стоять насмерть за свою родину, за свой край. Это про любовь. Это про любовь к своей родине, к природе, к тому, что у нас ассоциируется с нашим домом. Вот это 15 августа. Очень многие сказали, что это точка невозврата, что в нашем коллективном сознании, жителей Башкирии, произошел слом. У нас резко забрали чувство безопасности. Я не знаю кто, я точно не могу утверждать компетентные органы. Очень надеюсь, что разберутся независимо и честно. Но у нас забрали чувство безопасности. Башкирия была оплотом безопасности. В годы войны мы были глубоким тылом. Собственно, так сода появилась в Стерлитамаке. Ее эвакуировали из Одессы в годы войны. Поэтому, когда сейчас я слышу разговоры о том, что а как же Шахтао, вы же Шахтао отдали, тогда была война. И, честно говоря, наверное, было не до этого. В любом случае, это уже, если бы до кобыт, да во рту росли грибы, был бы не род, а цельный огород. Мы с этим уже ничего не можем поделать, но мы точно, наблюдая за тем, что осталось после Шахтао, можем поделать с тем, чтобы не допустить, действительно не позволить, изуродовать нашу землю еще раз. Поэтому эта позиция, жители Башкирии, она про любовь. Я тут 35 лет прожила, и, оказывается, я не понимала свою родину и коренной народ. Башкиры никогда в истории не были под гнетом. Когда пришло татаро-монгольское иго, они ходили по горам, они там как-то договаривались, в итоге под игом они не были. Французы называли во время Отечественной войны Башкир северными амурами. И вообще говорят, Башкир рождался, умирал в севле. Это вольный, кочевой народ. Я увидела холодную решимость просто стоять насмерть. Я вот абсолютно не шучу, это... Они не сгибаемые. Это не городская тусовка. Многие предприниматели из стиры Томака, выступившие в защиту Куштау, ощутили на себе прессинг. У Вадима Искандарова свой строительный бизнес. После того, как он засветился на Куштау, им заинтересовался УБЭП. Один из наших продукций это как раз Хайдельберг цемент. Он очень известен в городе и в регионе. Вот по нему как раз остался открытый вопрос, что будет с этим заводом. Эта продукция, ну, на самом деле, востребована в нашем регионе. Она нужная, она хорошая. На ней полгорода. Да какой полгорода? Весь город на ней построен. И что произойдет с этим производством, непонятно. Ну, как бы, все общество не должно же решать проблему одного коммерческого предприятия. Значит, мелкая фракция уходила самому БСК, уходит, а крупная фракция щебня поступает Хайдельберг цемент. Вот. Что будет с этим производством, непонятно. Где они будут искать? Вот никакой альтернативы им предложено не было. Вот, кстати, тот самый щебень, который у нас есть в городе Стритамака. Это все гора Шахтау. По всему городу, если вы встречаете щебень, это Шахтау. Вот это оно. 15 тысяч рублей КамАЗ стоит вот этого щебня. А сейчас я, насколько знаю, Куштау, если пересчитать в щебне, один КамАЗ, там, 30 копеек. Ну, это стартовая цена, которую сырьевая компания заплатила. В дальнейшем еще какие-то, видимо, пошлины предполагаются. Но вот пока только такая цифра. Ну, что, мы немного из-за этого вызова тот же Абек тут посуетились, конечно. Было дело, да? Немного вот ребята напряглись. Кому-то из активистов, это в личной беседе, я знаю, намекали на подброс наркотиков, лишь бы они замолкали. В общем, да, давление оказывалось. У меня один единственный факт был, когда меня вызывал Абек, и вызывали на беседу по Куштау, а потом заодно вручали документы на документы на всю мою деятельность. Довольно-таки мирный диалог состоялся, но намек-то был ясен. Надавят, допустим, там, на меня, еще на кого-то из более активных членов движения. На замену им станут другие и будут также призывать выходить на защиту горы. Ну, есть, конечно, большая опасность, что уже появятся призывы выходить не на защиту горы, а выходить на улицы городов. Потенциал очень большой, не меньше, чем в Хабаровске. Сами посудите, если только на гору 7 тысяч человек пришло до нее добираться от Уфы сто с лишним километров, вот, и люди съезжались, то в самой Уфе, в миллионном городе 30-50 тысяч наверняка выйдут. Выйдут не только за гору, а уже все свое недовольство проявлять. Которое копилось годами. Ну, больше всего себя проявляли, конечно, местные жители, жители села Урняк. На них всячески, то ли это властные структуры, то ли это коммерческие структуры, оказывали давление. Насколько мне известно, были факты, скажем так, запугивания. Совсем недавно к одному из активистов пожилых приходили домой, говорили, что к его супруге, там, 70-80-летний, приходили, говорили, мы за покойником, где здесь покойник, вот, катафал к дому подгоняли. Кроме этого, регулярно какие-то непонятные ребята на тонированных машинах, светили окна, в окна по ночам местным жителям, беседы регулярные о том, что зачем вам это надо. Кто такие? Они не представлялись. То ли якобы то с МВД представится, то еще откуда-то. Супруга испугалась. Зашли два огромных мужчины, здоровеньких таких, мордатеньких. Говорит, мы пришли за покойником. Так, а ваша супруга что говорит? Она прогнала. Что за выдумки, что за игрушки? Кто вам сказал? Чего, откуда? Телефон скажите ей. Что? Нам кто, откуда позвонили? Ничего не сказали. Это все такое. Надеемся, что все пройдет. Нормально. Ну, а про них, вот про этих владельцев, что здесь знают, что говорят? Они вообще появлялись, не появлялись, их семьи какие-то здесь живут? Ничего не нужно. Связь только у них денежная и указания этим, их исполнителям и все. А эти исполнители делают так, как им надо. А им надо обязательно дешевое сырьевое вот это. Это самое дешевое. А почему? Потому что государство, если в другом государстве, к примеру, вот такую природу отдают, да, они отдают, но они условия ставят. Плати сотни, сотни миллиардов, а может триллионов. бери, пожалуйста, вот тебе. А это же даром бери. Зачем эту гору? Они берут эту известняк, разрушая эту природу, берут для чего? Для того, чтобы получить СО2. В дымовых газах у нас 102 трубы в городе химических предприятий высотных труб. Море СО2. Мы говорим, берите. Они говорят, ой, там малая концентрация, надо его побольше. Вот там 20%, а нам надо 40%. Добавляйте. А мы не умеем. Учитесь. Не можете, покупайте. Есть установки в Китае, есть установки в Соединенных Штатах Америки, есть установки в Индии. А Хабиров, я его не больно обвиняю, он жертва дезинформации. он в этом деле плохо владеет, разбирается, у него нет порядочных специалистов, даже простых, там понятно. Переходите на новые технологии, технологии есть. Башкирская содовая компания – крупнейший производитель соды в России. Речь идет не только о пищевой соде, но и о промышленной кальцинированной. Она необходима и в производстве стекол, и в производстве чистящих и стиральных порошков. Только за 19-й год чистая прибыль БСК была 12 миллиардов рублей. Республики принадлежат 38% компаний, остальное через кипрские офшоры принадлежит частным лицам. Владельцев БСК можно поделить на две группы – башкирскую и московскую. В первую входят Сергей Черников, Виктор Исламов, Альберт Харрисов, во вторую Дмитрий Пяткин и Александр Фрайман. Все пятеро живут не в Стерли-Тамаке и даже не в России, а не резиденты США, Канады и Франции. Я хотела бы начать с личного вопроса вам. Правда ли, что ваша мама, педагог, какое-то время жила в селе Урняк, рядом как раз с Куштау, и что для вас эта гора что-то значит личное еще? Она вообще родилась в деревне Аллатана, это тоже недалеко, и она работала там. Вообще, от этой горы, собственно, не так далеко, что там, наверное, в двух десятках километрах находится и моя родная деревня, где я родился, где-то в 20 километрах от этой горы меня и отец, и мама похоронены. Ну, да, я подтверждаю такой факт. 8 августа 2019 года БСК получает от департамента по недропользованию право на разработку полезных ископаемых на Куштау. В сентябре того же года вас избирают главой республики. Вы понимали тогда, какие протесты все это могут вызвать? Нет, нет, конечно. По Куштау мне казалось на тот момент, что это будет вот тем решением, что все-таки предприятие сохранить и, соответственно, как бы не на всем еще. Потому что любая хозяйственная деятельность это в некотором смысле все-таки это, знаете, как, ну, ущерб, не ущерб, но это какое-то воздействие на природу, скажем так. Где-то карьер копать, это тоже, значит, появляются карьеры, песок добывать. Поэтому мне казалось на тот момент, что это решение, которое, понятно, не устроит всех, потому что в моей деятельности очень сложно найти решение, которое всех устраивает. Вообще в любой деятельности есть те, кто за их, те, кто против. Вот, ну, несколько по-другому все оказалось. Вот смотрите, мировые лидеры, насколько я вот погрузилась в эту тему, в производстве кальцинированной соды США и Китай не используют уже достаточно давно известняковое образование, подобное башкирским шаханам в качестве месторождения. они создали на их территории там парки и так далее. Почему у нас БСК до сих пор не модернизировали свое производство и производят это вот по технологии сольве, так называемой, которая страшно устарела и была актуальной вообще там на середину 19 века? Ну, вы знаете, собственно, это вопрос, наверное, нашим акционерам. мы их сейчас начинаем более острой фазе ставить, потому что вот знаете, так бывают такие истории, которые определяют какое-то влияние на ход больших событий. Вот с 2007 года, когда начались этапы приоритизации соды 2007 года, потом переход пакета акций был период с 2010 по 2013 вот вся история начала очень сильно скажем так не скажу к слову дестабилизировать, но она очень была негативно воспринята обществом, потому что в обществе сейчас вопрос не столько даже, вернее, конечно, экологический вопрос сильный, но в обществе еще такой запрос на справедливость очень высокий и думающие люди, думающие люди, которые понимали тогда из-за трыличных фрагментов информации, ну, как это произошло, предприятие было государственным, там 62% государства командовал, предприятие по сути является монополистом на территории Российской Федерации и тут хоп и получилось 162% нет, а всего лишь 32% и, соответственно, можно иметь 38%, можно иметь хоть 49%, скажем так, но ты не влияешь на работу предприятия и принятие базовых решений. Поэтому такое вот с того момента у людей вот такой остался, скажем так, неприятный осадок и неприятие того, что там произошло. Вот, а учитывая то обстоятельство, что дивидендная политика я не отвечаю за прошлые годы, скажем так, мы сейчас изучаем эти вопросы. Дивидендная политика последних двух лет, если взять, то там наберется вот так вот все, что есть, прибыль, а подчеркиваю, предприятие очень маржинальное, очень прибыльное, выбирается, и 100% дивидендов 2-3% уходит только на развитие. У СОДы есть торговый дом, у них офис есть, знаете где, на полянке, несколько тысяч квадратных метров. Содержание, ну, это общий экспертный такой, содержание вот этого офиса, который продает, по сути, монопольный товар. Я понимаю, продавать бы нужно было какие-то подшипники, да, их производит много заводов и так далее, и нужно продвигать, и этим действительно должны заниматься группа очень серьезных маркетологов, и для этого может быть на полянке нужен офис и так далее. Это товар, его можно просто в будку поставить, и каждый будет с радостью приезжать в тот же Урняк, да, и лишь бы купить этот товар. То есть, огромные представительские расходы. Это не представительские расходы, это расходы, да, ну, наверное, там и представительские функции какие-то есть на полянке, наверное, есть и, значит, я просто вот вам говорю, что вот торговый дом, через себя очень крупную сумму денег, по которым нам тоже хочется понять, там, нету ли нарушений интересов. Мы же акционеры, понимаете? Да. Это как вот мы сидим, я всегда хочу сейчас посмотреть, а где наши-то деньги? Вот. Поэтому там такая нужна большая совокупность действий, которые все вместе приведут к тому, что мы спокойно на определенную такую, ну, видимую, или, может быть, даже уже какой-то стратегически дальний горизонт и можем работать. Про прибыль вашу. Вот 38%, которыми владеет государство, и эти деньги, это, соответственно, прибыль, которая идет в государственный бюджет. Но можете ли вы пояснить, почему на данный момент схема прохождения этих денег идет через некий фонд, который, например, поддерживает, в частности, финансирует хоккейный клуб Салават Юлаев. Объясните, зачем нужна вот эта прокладка в виде фонда в бюджет? Давайте не будем называть это прокладкой. Есть профессиональный спорт. У нас есть хоккейный клуб Салават Юлаев, который финансируется, кстати, не СОДы. Салават Юлаев финансируется башнефтью. И ровно через другой фонд. Значит, для того, чтобы юридические механизмы делать, не усложнять себя, мы можем и через бюджет финансировать. Многие субъекты финансируют свои профессиональные команды, в том числе напрямую через бюджет. Мы делаем это через фонд. Фонд нам дает возможность более гибко оперировать теми деньгами, которые есть. Это первое. Второе, фонд нам дает возможность решать многие проблемы, которые, понимаете, хозяйственная жизнь, она очень, понимаете, вызовы каждый день. Условно говоря, хоп, сгорела школа, надо срочно строить школу. С нашими такими долгими процедурами посмотреть, мы там ничего не сделаем. Или, например, срочно нужно поставить где-то завод, потому что получить софинансирование федерального центра для министерального парка. Поэтому нормальный, абсолютно. Вот эта схема абсолютно нормальная, там копаться нечего. Это вопрос более гибкого экономического. То есть это юридическая схема, чтобы эти деньги можно быстрее на что-то использовать? Абсолютно. Но в том числе они идут на поддержку футбола. Именно футбола, да. Все деньги от части? Нет, конечно. Часть? Нет, конечно. А какая часть? Одна четвертая. Одна четвертая. Если взять, с прибыли, одна четвертая где-то. все говорят о том, что то, как БСК разрабатывала даже уже шахан, который перестал существовать, что эта технология очень вредная. по этой технологии на тонну соды получается полторы тонны солей, кальция и натрий, хлора. И это все попадает в единственный водный источник в тех краях реки Агейдель. В каких количествах? Значит, если соды произвели 2 миллиона тонн, солей произвели 3 миллиона тонн. И это сбрасывается Это огромное количество. Но я, как доктор и профессор, не могу бесцифровать здесь. Мне кажется, что не поверят люди. Вот для того, чтобы разбавить эти соли до приемлемого уровня, который закон разрешает санпины выбрасывать открытые водоемы, отходы производства стоки значит, вредные, они называются дистиллерная жидкость. Это значит вода плюс хлор соли. Вот я упростил уже. Их 150 грамм на литр. Разбавить надо до состояния 0,3 грамма на литр. 500 раз. Значит, белая должна поставлять столько воды, чтобы разбавить дистиллерную жидкость 500 раз. Но это же так не происходит. А у воды нету. Воды нету столько. Вот эти соли по составу как морская вода. они не тем, что опасны, что ядовиты. Они замещают пресную воду, превращают ее в морскую. Белая Агдель была пресноводная река. Там водилась живность пресноводная бьета. Теперь из-за соли, которые сбрасываются туда, белая становится морской. Интересное выражение, да? Пресноводная река, но морская. Теперь там погибает вся бьета пресноводная. Она вроде бы должна замещаться морской. Море животные живут, не замещается. Вот спросите, в районе Стерлитамака никто еще не поймал кальмара, палтуса, например. В 1974 году, примерно в 40 километрах от Стерлитамака, насколько я понимаю, был произведен подземный атомный взрыв, для того, чтобы получить некий резервуар для вредоносных отходов этого производства. В Ашкирии на густонаселенном участке Южном промоузле Стерлитамак Салават и Шамбай Кумертау произведено 7 атомных взрывов подземных. Это же не полигон для испытаний оружия, так? Один из них под названием Кама-2 произведен на границе, вы правильно говорите, 40 километрах на границе со Стрелебашевским районом, на глубину 2 километра 26 метров, мощность 10 килотонн. Это половина Хиросимской бомбы. вот туда качают одну десятую вырабатываемой дистиллерной жидкости до сих пор. А по проекту написано до 2014 года. То есть уже все исчерпало. Исчерпало. Чем это опять же грозит нам всем? Это грозит о том, что опять дистиллерная жидкость прятать под землю они уже не могут. Так а что произойдет? Ну подождите, я пытаюсь понять. Вот это некий резервуар. В 2014 году нужно было по всем нормам оно запомнено. Дальше она куда девается эта жидкость, если ее продолжают туда? Белую. 5000 тонн ежесуточно принимала Кама-2 туда качали. Теперь эти 5000 кубометров вернее сказать дистиллерной жидкости будут через Белые моря поступать в Агдель. После столкновений 16 августа со всей Башкирии съехалось около 7 тысяч человек. Чтобы избежать дальнейшего кровопролития и успокоить народ, Хабиров лично приехал на гору. Вы находитесь на своих местах организуем сейчас вот это место для выступления главы мы находимся на своем месте для обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности. Пусть он стоит так же как и мы на простой земле ничего не надо туда организовать пусть он сюда выйдет и ставим вот сюда камни лежат пусть он тут же ставит. Дима Хабиров понял, что уже прям самый пик уже дальше уже некуда либо дальше будет продолжаться какое-то насилие либо нужно приехать и как-то регулировать эту ситуацию туда и приехал Хабиров 16 числа сюда лично на Агру чтобы выслушать активистов и высказать свое мнение по этому поводу. Сыпались фотографии и видео как с Уфы едут автозаки что ну то есть честно говоря был такой момент вот эти два часа мы думали приедет не приедет но честно говоря больше склонялись к тому что наверное не приедет а приезжает дальше подкрепление устраивает нам еще жестче силовой разгон но все остались на своих местах никто не уехал никто не ушел и это конечно такой экзистенциальный очень момент когда ты понимаешь что ты оказывается не боишься ребят назад 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 хватит еще раз воевать никому ничего хорошего не будет продолжим дальше воевать не надо этого делать значит я предлагаю таким образом навоевались все молодцы все нормально успокаиваемся и я предлагаю мое решение вам такое предлагаю сегодня все отсюда с горы уходят уходят пояска не перебивайте договорю уходят пояска уходите вы и я даю слово вам всем здесь послушайте я договорю и я даю вам слово здесь что пока я даю слово здесь вот при всех я даю здесь все пока я даю слово что на эту гору никто не зайдет пока мы не найдем компромиссное решение дурят 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 никто не зайдет не зайдет стоп Раним Борисович вы дали слово вы дали слово слово мужчины слово главы республики ну а через несколько дней защитники Куштау выбрали координационный совет и выдвинули ультиматум властям среди требований не только сохранить Куштау и освободить всех арестованных но и наказать главу Ишимбаевского района Азамата Амбрахманова который лично принимал участие в разгоне лагеря освободить защитников Куштау немедленно и прекратить все репрессии привлечь к ответственности участников нападения на защитников Куштау и всех присчастных к этому лиц отправить в отставку главу Ишимбаевского района Амбрахманова Азамата все таки две недели мы ждем в течение двух недель все таки БСК должно привить инициативу это была инициатива БСК они выходят на вас а дальше это уже ваша позиция понимаете либо вы потому что в течение этих двух недель должно быть и сформировано и проведено и соответственно какие-то решения приняты если вы такие решения принимаете или не принимаете в высокий долг для этого как я понимаю то как я сказал в течение двух недель 4 сентября я направляю документы мы их подготовили уже полный пакет документов у нас соответственно присвоение Шахарова Куштау осталось особо охраняемо кроме территории алло я стою около белого дома уже нас приняли и мы организованно вышли у нас все получилось по плану как задумали все вручили по некоторым позициям у нас все совпадает он сказал а дальше обсудим мы с тобой вечером Куштау разрабатываться не будет защитники Шахан уступать Шахана не хотят поэтому любые предложения компромиссные невозможны а их и не было теперь с другой стороны власти значит уступать тоже не хотят потому что при желании вы можете подобрать кипу документов бумаг где написано что власти значит не прогнутся не уступят ну хорошо но уступили же уже но если мне бы позвонил Кириенко или Комаров я бы тоже уступил не подождите вы считаете что это из Москвы позвонили и сказали ну а как же это же рулиться оттуда ну что мы будем при вашем политическом опыте что он услышал вы что не ну я согласна что рулиться оттуда но он мог и сам позвонить Кириенко и сказать слушайте у нас кипи же можно я уступлю если тебя прислали чтобы ты Демпферна спокойно без скандалов передал Шихана под разработку вы считаете что он настойчиво эту линию проводил а с Москвой были какие-то переговоры разумеется в Москве я докладывал что происходит в плане особенно вот когда много народу вышло что происходит я спокойно объяснил и я уже знаете когда туда выехал мы разошлись защитники сошли с горы ЧОП ушел оттуда техника начала собственно вот у меня был доклад такая-такая история как вы объясняете такой интерес к экологии экологическим проблемам в России за последние пару лет ведь смотрите раньше эти проблемы вообще не интересовали россиян а сейчас у нас ШС мусорные бунты по поводу экологического знаете у меня такое объяснение оно может многим не понравится вот в череде я по теоретизирую немножко в череде прав человека экологические права ну вот даже вы на верфаке учились наверное даже не изучали только обычно изучают политические права социально-экономические и так далее вот даже экологические права там сложно отнести к какой группе и жизнь была всегда устроена так что вот скажите вот жители Африки волнует судьба белого носорога нет потому что ему есть нечего потому что его жизнь не обеспечена безопасными механизмами для жителей Европы для жителей России что жизнь это волнует и он готов даже биться за это хотя это на его территории это вот некий такой мне кажется цивилизационный этап когда человек все-таки у него в холодильнике есть что-то покушать и он понимает что у него в взаимоотношении с государством появляются определенные права и он может сказать нет я не согласен и процедуры его защитят и дадут возможность услышать его волю мне кажется это просто следующий цивилизационный этап то есть люди стали жить лучше и поэтому и стал волновать если совсем просто говорить вот я думаю так потому что знаете любование природы созерцание природы когда у тебя холодильник открываешь пусто не до этого там больше волнует проблема холодильника Куштау будет особо охраняемой зоной формула была очень простая я жду две недели 4 сентября если к тому времени значит они не договорятся Куштау будет особо охраняемой природной территорией это уже будет ваше тогда волевое решение ну оно уже сейчас есть потому что мне знаете мне все задают вопрос и постоянно говорят о каком коалиционном совещании ты говоришь а я знаете вот меня мало кто может в жизни за все годы моей жизни убедить в том что я не держал слова или отходил от договоренности на говоре когда было много людей когда вот буквально надо было срочно останавливать потому что там уже начали концентрироваться разные силы мы договорились коалиционное совещание где они попытаются вернее вот БСК попытаются найти компромисс я считал что для меня это очевидно понятно Куштав не будет разрабатываться но чтобы они поискали и прошли процедуры к сожалению пока таких движений не вижу и 4 сентября ну то решение какое я сказал ну собственно будет принято в этот понедельник Хабиров направил в Минприроды письмо с просьбой предоставить Куштау статус особо охраняемой территории но защитники Куштау пока не спешат сворачивать лагерь как вы думаете почему людей в России стало так последнее время беспокоить экологические проблемы это же не только вы это и ШИЕС и мусорные свалки в этом выражении своей воли народной больше про достоинство про субъектность мы наконец начали присваивать свою территорию мы наконец понимаем что Куштау он наш что шаханы они наши что они обладают особой ценностью мы тут вообще Россию во что превратили это большой сырьевой предаток народ начал понимать как это мы свое богатство и раскидываем туда на запад деньги уходят в офшоры на развитие государства ничего не перепадает а если перепадает то там несчастные копейки которые и те умудряются своровать зарплаты нищенские у нас народ в России полностью он не живет он выживает если более 20 миллионов населения у нас за чертой бедности это нищета а сколько у нас людей у чертой бедности вот поэтому народ начал понимать и отстаивать именно что свое право свое достоинство что я человек я хозяин и это что Хабаровск Шиес Анкамбарка вот сейчас Кузбасс встал шорсы встали мы вот здесь остались вот в Башкирии и это сейчас череда волнений пойдет по всей России по всей и что думают что думают что Путин об этом не думает они уже все вот репу свою чешут и думают а как же народ приезжать снова уже как говорится ОМОН эти вот Росгвардия ну они прихватные я их так называю они выполняют приказ хотя они у всех давали присягу на верность защиты своего народа а они кого защищают если мы обращались к ним за помощью они все отворачивались когда громили палаточный городок полиция ходила рядом с главой администрации и с его бандой и не предпринимала мер защиты это все это прихватные я их сравниваю с фашизмом а в России у нас идет геноцид народа собственного чистый натуральный геноцид фашизм идет поэтому народ встает народ начал понимать долette встает цвет cont это последней